Будет сегодня совсем небольшой прямой эфир с ответами на ваши вопросы относительно клуба «Шпионский французский». Собственно говоря, начнём с самого основного. Почему он шпионский? Ну, потому что, наверное, те, кто на меня уже подписан, или те, кто были на моих выступлениях, на конференции, и, наверное, вы в курсе, что я обычно всё-таки в каждом языке пытаюсь найти что-то, что действительно свойственно именно носителям этого языка. То есть не просто обучать языку, не просто рассказывать об языке, а конкретно о тех нюансах, о тех моментах, которые, когда мы обычно изучаем язык, мы на них не обращаем внимания, мы не уделяем им должного внимания, но когда мы приезжаем уже в страну или начинаем общаться с носителями, то обычно случается так, что у нас паника, потому что мы что-то не понимаем, нам что-то сказали, мы по-своему это поняли, а на самом-то деле хотели сказать совсем другое. Ну и куча вот этих вот моментов, связанных с недопониманием. И именно вот об этих моментах я всегда рассказываю своим ученикам на уроках. У меня, конечно, накопилась уже куча материалов, и я начала какое-то время назад вынашивать этот клуб, идею создания этого клуба именно для того, чтобы как-то всё-таки людям было более-менее сконцентрировано подана эта информация. Ну и вот, да, не всё так сразу получается, но наконец-то всё-таки получилось. И сейчас первая ласточка, вот 3 марта как раз он запускается и называется поэтому именно «Шпионский», потому что там я буду рассказывать о тех моментах культурологических, лексических и каких-то других нюансах, которые вам позволят уже совсем себя чувствовать в своей тарелке, говоря с носителем или приехав в страну и так далее. Я очень надеюсь, что всё-таки мир вернётся к прежним точкам, скажем так, и мы всё-таки будем ещё путешествовать и обязательно поедем во Францию. И, соответственно, вот именно поэтому клуб называется «Шпионский». Дальше. Я вчера получила несколько ваших вопросиков и буду на них отвечать. Ну, во-первых, что вообще будет в этом клубе? На самом деле этот клуб, внимание, это всё-таки не курс, да, это именно клуб, куда постоянно будут выкладываться новые материалы, где мы постоянно будем с вами взаимодействовать. Но сам по себе он выглядит таким образом. Это специальная платформа AdVibe, и на этой платформе она специально заточена под изучение языков. Я очень долго искала какую-то подходящую платформу, рассматривала там разные гет-курсы и так далее. Но у всех у них были какие-то вот, по моему мнению, недостатки в плане донесения информации. И вот, наконец-то, я нашла эту платформу, замечательная совершенно. Она прямо вот специально создана для тех, кто учит иностранный язык. Потому что там есть возможность, во-первых, всю лексику себе записать, в кавычках, да, виртуальным образом в словарик, и в этом словаре дальше уже различными образами тренироваться, отрабатывать её запоминания. Там есть возможность разместить любые материалы, видеоматериалы, аудиоматериалы, вот то, что мне и нужно было, чтобы всё это было вместе, и по этим материалам ещё разместить и дополнительно какие-то упражнения. То есть для того, чтобы вы не просто изучили материал, а ещё закрепили, собственно говоря, все знания. И вот поэтому фактически сам по себе клуб, он живёт на этой платформе. На этой платформе выложены уроки на разные темы. Ну, например, вот возьмём, я не знаю, тема кафе-рестораны. По каждой теме сейчас на данный момент у меня пять уроков уже выложенных, готовых. Вы заходите, регистрируетесь на платформе, вам открывается урок, вы заходите. И, соответственно, на эту тему смотрите всё друг за дружкой, все материалы. Сначала идёт какое-то моё видео на конкретную тему с объяснениями, с какими-то там моментами. Затем идёт целый лексический блок с теми словами и с той лексикой, которую вы очень редко или практически никогда не сможете встретить в учебнике. Но это живая лексика, это живой язык, на котором сейчас говорят. И не обязательно это сленг. И после этого у вас идёт энное количество упражнений для того, чтобы вы понимали речь, вы могли, собственно говоря, разобраться, применить эту лексику. Ну и какие-то, может быть, аудио и видео, то же самое упражнение. Причём я их подбирала специально актуальными. Ну то есть имеется в виду, что все эти видео, например, или аудио, это те материалы, которые буквально последних двух, ну максимум трёх лет. Для того, чтобы это действительно был тот язык актуальный. Вы же знаете прекрасно, да, что язык – это у нас субстанция, которая очень быстро меняется. И поэтому, естественно, нам нужно с вами идти много со временем и какие-то уже устаревшие слова, их уже просто не изучать, не употреблять и так далее. Так вот, и, соответственно, у нас получается, что в каждом уроке, помимо моего видео с объяснениями, с какими-то интересными культурологическими нюансами, есть лексический блок и есть вот эти упражнения на закрепление. Упражнения различные абсолютно. Там где-то нужно просто что-то перетащить, какие-то слова вставить в текст, где-то нужно послушать, где-то нужно посмотреть, ответить на вопросы и так далее. То есть это даёт вам возможность действительно, во-первых, пересматривать, переслушивать вот это всё несколько раз для того, чтобы вот действительно, если с первого раза не получилось, пожалуйста, вы это смотрите, вы это переделываете, вы это пересматриваете, вы это переслушиваете. И упражнения там с функцией самопроверки. То есть, если вы сделали один раз, два раза и сделали неправильно, то в конце концов после третьего неправильного варианта программа сама подставит вам правильный вариант, и вы можете посмотреть, ага, значит, здесь вот так вот. То есть это такое очень хорошее в этом плане подспорье именно для самостоятельного дополнительного изучения языка. И вот сейчас сразу перехожу к ответу на два ключевых вопроса, которые я получила, но они на самом деле всегда, всегда присутствуют. Я когда на конференции по французскому языку тоже говорила об этом клубе, те же самые вопросы мне задали. Вопрос номер один. Это такой достаточно, сейчас где-то у меня было написано, это полноценный материал для изучения языка. Сразу объясню. Это дополнительный материал. Имеется в виду, что вы учите язык, вы учите его лексические конструкции, базовые, грамматические конструкции, безусловно. И, как обычно бывает, во-первых, не хватает материала, просто есть один учебник и всё. Либо второй момент, вам просто хочется самостоятельно изучить что-то ещё дополнительно. Или третий момент. Знаете, как говорят, что языком нужно заниматься, это как гимнастика, по 10, 15, 20 минут каждый день. И вот, соответственно, чтобы не искать каких-то дополнительных материалов, вот 10, 15, 20 минут вы можете тратить на то, чтобы проходить эти уроки и смотреть, изучать новую актуальную лексику. Соответственно, вопрос номер два. Вопрос номер два звучит таким образом. На какой уровень языка это рассчитано? И тут я, наверное, ну, как обычно, может быть, выступлю немножечко против общепринятого мнения, но я считаю, что уровни языка для тех, кто изучает язык, нужны только в том случае, если вам нужно этот уровень подтвердить документально. Имеется в виду, что вы устраиваетесь на работу или там сдаёте какие-то экзамены и так далее, и вам нужен подтверждённый уровень, потому что, по сути, уровень – это очень такое понятие неоднозначное. Кто-то может знать грамматику на уровне А1, но при этом совершенно спокойно общаться, замечательно понимать лексику аудирования на уровне уже продвинутом А2. Поэтому в данной ситуации я условно разделила упражнения в каждом уроке на уровень А и уровень Б. Что это означает? Безусловно, эти материалы, они, конечно же, доступны и хорошо пойдут у тех людей, кто уже какое-то время изучает язык. То есть минимальный уровень А1 необходим, иначе, ну, просто вам будет очень сложно. Но уровень А, упражнения для уровня А, они на самом деле рассчитаны и на уровень А1, и даже на уровень А2. Но при этом, при всём, я как раз их сделаю таким образом, чтобы вы смотрели и брали, пытались сделать какие-то упражнения сами для себя, потому что изучение языка – вещь весьма пластичная. Имеется в виду, что если вы себе не ставите никаких ограничивающих установок в мозгу, что ой-ой-ой-ой, это уже не мой уровень, а вы пытаетесь, пытаетесь чуть-чуть пойти вперёд, чуть-чуть себя преодолеть, да, то в этом случае совершенно спокойно на лексической, как минимум, базе вы сможете уйти достаточно далеко вперёд. И отдельно уровень Б. Уровень Б, если у вас уже уровень А2, я вам советую делать упражнения для уровня Б, потому что в данной ситуации, да, это будет, возможно, сложновато, это будет, возможно, ну, не так, чтобы прямо с первого раза у вас всё получится, но вы совершенно спокойно можете несколько раз потренироваться, попробовать и всё-таки это сделать. Тем более, ещё раз повторю, что вся лексика, все материалы, они нужны, они очень актуальны, они действительно те, которые просто необходимы в обычной жизни, в общении на эти темы. Ну, и на данный момент в клубе уже выложено 5 тем, состоящих из 5 уроков, то есть 25 уроков целиком, которые вы можете проходить, вы можете изучать, вы можете дальше использовать эту лексику и в своих обычных уроках, когда вы занимаетесь французским. И, соответственно, помимо этого, что ещё у нас будет? Помимо этого, конечно, у нас с вами будет, ну, я очень надеюсь, что это будет, да, в свете последних событий, телеграм-чат. Там будет не просто общение, понятно, единомышленников, да, там я ещё буду регулярно давать какие-то дополнительные материалы по темам и, естественно, отвечать на ваши вопросы, на какие-то трудности. То есть мы с вами будем это всё разбирать. И я туда, да, я туда буду выкладывать какие-нибудь ещё дополнительные файлы, воркбуки там или чек-листы. Ну, в любом случае какая-то активность там будет присутствовать. И, помимо всего прочего, каждый месяц мы с вами ещё будем встречаться на платформе Zoom, на нашу онлайн-встречу для того, чтобы обсуждать. Обсуждать, обсуждать вопросы ваши, обсуждать текущие там какие-то моменты, общаться, опять же-таки, отрабатывать какие-то моменты, которые было тяжело для вас во время урока отработать и так далее, и так далее. То есть поэтому в любом случае вам этот клуб, он будет полезен абсолютно со всех сторон. Ну, а, собственно говоря, кому конкретно он полезен? Ну, во-первых, если вы просто изучаете французский, и вот вы достаточно уже неплохо идёте по учебнику, слушаете аудио упражнения в учебнике, слушаете, смотрите какие-то видео, и вроде бы вам всё понятно, да. Ну, это адаптированный материал, конечно, и поэтому вы понимаете, что, ага, вот эти аудио или видео в адаптированном виде я понимаю, но если вдруг я услышу какую-то речь носителя языка или увижу какое-то видео, то, к сожалению, вот мне сложно понять, да, потому что там другая, может быть, скорость речи, другая мелодика и так далее, и так далее. Вот для этого точно, для того, чтобы начать научиться это понимать, практиковаться в этом, вам точно подойдёт этот клуб. Если вы учили язык уже достаточно давно, у вас есть вот эти базовые знания, но вы понимаете всё, я прямо вот хочу вернуться, я хочу опять взяться за язык, я хочу его вспомнить вперёд, welcome, да, что называется, потому что в этом случае, конечно, это вот прямо замечательное подспорье для того, чтобы вы не просто вспомнили язык, а ещё дополнительно выучили именно современные какие-то моменты. О них можно дополнительно поговорить. Ну и понятно, если вы просто хотите переехать во Францию, тоже это очень такой хороший материал для того, чтобы чувствовать себя уже совсем в своей тарелке. Ну и, конечно, если вы просто фанат французского языка, если вы обожаете всё, что связано с Францией, с французским языком, опять же-таки добро пожаловать. Ежемесячно, значит, на этой платформе в клубе будет выходить ещё одна целая тема, состоящая из пяти дополнительных уроков, и плюс будут какие-то дополнения ещё к существующим уже темам, для того, чтобы можно было расширять свои познания. Ну вот, собственно говоря, в двух словах. Это то, что я как раз хотела, вот на основные вопросы я ответила. Ещё от себя могу сказать следующий момент. Дело в том, что на данном этапе мы не будем с вами отрабатывать в клубе какие-то грамматические, вот чисто грамматические моменты. Объясню, почему. Да просто потому, что грамматику вы можете отработать с обычным учебником, по которому вы сейчас занимаетесь. Вы можете отработать её там, где вы ходите на курсы, или с преподавателем. Грамматическая часть – это как такая накачка мышц. Её можно сделать и даже самостоятельно. А вот как раз лексическая часть, культурологическая часть – это та часть, которая, ну, очень часто, к сожалению, остаётся в тени. Да, потому что что-то вот более или менее базово мы выучили, и грамматику мы тоже выучили, а вот дальше во время общения возникают очень большие сложности, трудности, недопонимания. Поэтому вот грамматики не будет, зато будет очень серьёзная именно лексическая часть. Ну, хотя я слукавила тут, немножко всё-таки грамматики будет. Ну, чуть-чуть, да, чтобы совсем, чтобы было какое-то там в нужный момент понимание тех или иных конструкций, немножечко, конечно, грамматики будет. Но серьёзных каких-то упражнений нет, не будет. Дальше. Конечно, не будет такого, знаете, отдельно, индивидуально общения с каждым из членов клуба, потому что у меня отдельно есть VIP-тариф. Вот там, да, там есть и отдельно упражнения, которые можно делать и присылать мне на проверку. Я, естественно, буду давать обратную связь. Ну, а если вы выбираете просто обычный общий тариф, то там просто вы идёте самостоятельно и ещё дополнительно, конечно, на вопросы в чате Телеграма, безусловно, я буду отвечать. Но какой-то такой серьёзной индивидуальной проработки там тоже не будет. Ну, и, собственно говоря, наверное, всё. Да, клуб по подписке. Что такое по подписке, я думаю, вы знаете, да. То есть вы ежемесячно вносите какую-то сумму, и, соответственно, до тех пор, пока, собственно говоря, месяц не закончился, вы пользуетесь абсолютно всеми материалами данного клуба. Вот. Ну, вот, наверное, в общей сложности и всё, о чём я хотела рассказать, какие вопросы мне задали, я на них ответила. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Сейчас с удовольствием тоже смогу на них ответить. Ну, и уроки так. Уроки сразу все откроются или по мере прохождения. Уроки будут открываться все сразу, но я хочу вам просто посоветовать, если вы будете проходить эти уроки все друг за дружкой, и это будет логически более корректно, потому что они выстроены таким образом, чтобы не перескакивать, а идти именно так, как они, собственно говоря, задуманы. Вот. Поэтому тут вопросов совершенно нет, но если вы вдруг хотите, если вам вдруг сейчас нужна та или иная тема, пожалуйста, можете её совершенно спокойно открыть и попробовать пройти именно отдельно. Но лучше, конечно, проходить уроки именно в том порядке, в котором они сейчас есть. Хотя, ещё раз повторю, открыты будут они сразу, все доступны. Так, есть ли ещё какие-то вопросы? Так. Ну, мне кажется, что я так достаточно, в общем-то, подробно обо всём об этом рассказала. Если ещё будут какие-то вопросы, можете мне писать, я с удовольствием на них отвечу. Ну и, наверное, самая приятная, самая приятная часть. Да, клуб стартует 3-го числа, и, соответственно, все те, кто до 3-го числа присоединятся к этому клубу, у вас есть возможность присоединиться по специальной цене. Да, вот это специальная цена, которая действует сейчас, и она закрепляется за вами, то есть дальше вы в этом клубе будете участвовать по этой специальной цене. После 3-го числа цена уже будет повыше, поэтому в любом случае, если у вас есть такое желание, то я вам советую прямо вот не оттягивать, не затягивать это дело надолго. Если что, у меня ещё есть дополнительный лист ожиданий, так называемый, да, если вы сейчас, вы хотите точно, да, обязательно хотите присоединиться к клубу, но сейчас по каким-то причинам не можете вступить, вы можете записаться в лист ожидания, и я тоже самое для вас тогда сохраню эту специальную цену. Я в любом случае буду рада видеть всех. Я понимаю, что, да, сейчас такой непростой период, но будем смотреть всё-таки на вещи позитивно, будем любить иностранный язык, в частности, наш французский язык, будем стараться как-то на него отвлекаться, будем стараться думать о хорошем, и будем всё-таки изучать то, что нам хочется, то, что нам нравится, а я всегда и с удовольствием буду рада видеть всех. Поэтому, если есть какие-то вопросы, ещё пишите мне в личку, дополнительно ещё отвечу. Этот эфир я сохраню, так что вы как раз сможете, если что, пересмотреть, переслушать, какие-то ответы на вопросы услышать. Ну и буду рада всех видеть. Ну что же, тогда до новых встреч!